С вами Мария Карпинская, новое планетарное телевидение М. Называется «Народ и власть». И как народ Индии заставляет правительство выполнять все свои требования. Вот сегодня она и возникла, потому что мы решили сходить здесь прогуляться и чего-то купить. И когда мы вышли в город, мы увидели, транспорт не ходит. Ни большие, ни малые магазины не работают. В городе полная тишина. Это полуторамиллионный город. Как они добиваются того, чтобы стачка проходила таким образом, что никто, ни один человек не выходит на работу. Ни один. И мне сказали, я говорю, а если кто-то выйдет, тогда ему не поздоровится. Ни рейкши не работают, ничего. Все закрыто, ничего не работает. Вы понимаете, что происходит? То есть, о чем это говорит? Насколько дружный, насколько дружный индийский народ. Насколько они вот все между собой объединены. И люди заранее передают. Знают все. И те, кто... У кого магазинчики маленькие, большие, кто там на рейкшах, кто там на чем, что работать нельзя. А остальным людям сообщают, чтобы накупили продуктов питания, если что. Потому что работать не будут. Ничего работать не будет. И поэтому... Поэтому вот эта стачка, которая проводится на моем веку второй раз. Вот я говорила, что в Индии за все время, пока я здесь жила, ни разу не случилось ни одной аварии. Понимаете? Ни одной не случилось. Как это? Вот сколько я гуляю, а ведь транспортное движение здесь очень мощное и без... Как это сказать? Без правил. Но люди здесь каким-то образом вот объединены между собой так дружны, так дружелюбны друг к другу. И они ради друг друга готовы жертвовать у многих. Ведь на самом деле, не выйдя на работу все-все, а ведь понимаете, всех не уволят. И поэтому никого не увольняют, но они при этом выдвигают определенные требования. Значит, у них есть, судя по всему, старшины вот этих вот комитетов стачечных. В каждом райончике есть такой комитет. И этот комитет быстро передает, не через интернет. Он передает от человека к человеку о том, что готовьтесь, будет стачка. Вот эта стачка, вы представляете, вот иногда она бывает по 2-3 дня. Вот на 2-3 дня не работает ничего, ни транспорт, никто не ходит на работу, все сидят тихо дома. И тишина, просто тишина везде. Вы знаете, это настраивает на какой-то такой странный лад. Вот выходишь, как будто пустыня, все вымерло. Одна природа, океан, вороны и больше никого. С одной стороны, это, конечно, очень радует. Ты думаешь, боже мой, боже мой, какие они молодцы. И я вот спрашивала, скажите, если вы выдвигаете свои требования, вы их выдвигаете, правительство их выполняет, а куда же оно денется? Если оно не выполнят, люди будут дальше находиться в этой стачке, ничего работать не будет. Потери за эти, я думаю, 2 дня, там, или сколько тут стачка будет, они огромнейшие, вы же понимаете, полуторамиллионный город. Не работает нигде, никак, ни зачем. Ничего не работает. Вот таким вот образом, наши индийские народ добиваются требования выполнять власти, те требования, которые народ предъявляет. То есть народ сам по себе дружен. Он выдвигает определенные правильные требования. И дальше он требует, чтобы государство это исполнило. Я даже не знаю, что сказать. Вы можете представить себе, что такое может случиться, допустим, в России, хотя бы с одним городом, допустим, в 100 тысяч человек, потому что полуторамиллионник, это считается, считай, деревня, маленький город в Индии, потому что города-то и по 30 тысяч, и по 40. Вот, и поэтому, когда бастует такой полуторамиллионный город по-нашему, вот я не знаю, там, представляете, целый город бы забастовал, никто бы не выходил на работу, не ходили бы дети в школу, не ездил бы транспорт, ничего, ничего не работает. Ну и это какая нужна сила объединения? В Индии мне сказали, что она существует, эта сила давно, ее не переломить, потому что здесь народ гораздо сильнее правительства. И если кто-то кого-то выбрал, и есть требования, и, допустим, депутаты или члены парламента не выполняют этих, простите, требований, тогда вот эта забастовка, и немедленно, немедленные требования, и депутатам приходится выполнять все, что они сказали. Только не как у нас пространные какие-то требования. Здесь совершенно четко любой депутат или член парламента, который выдвигается, он говорит четко, какие цены на что понизятся, на сколько, кому сколько будет чего, что будет сделано. Все это перечисляется. И когда, в каком месяце. Если это не сделано, вот тогда начинается стачка. И так я желаю, вы, наверное, поняли, можно только, если честно, белой завистью позавидовать. Какие они молодцы. И можно уронить такие слезы крупные по нашей стране, которые так разненны, у которой кумирами является президент, он же царь, цари, президенты. В Индии кумирами являются йоги, которые достигают освобождения, так называемые брамины. И поэтому поклоняются не президенту, не премьеру, а поклоняются освобожденным йогам, которые сидят в определенных местах, они могут быть с калыченными волосами, они совершенно нищие, но именно им идет поклонение, а не вот этим кумирам, за которыми стоят деньги и власть. Вот если люди России начнут это рассекать, может быть, что-то изменится. Всего вам доброго, до свидания.